Мы сегодня, рассматривая обстановку 2011 года, сравниваем ее с 2010 годом, с 2009, с 2008. Много здесь цифр приводилось, приводилось то, что привело к такой обстановке. Я хотел бы буквально несколько минут ваше внимание занять, если это интересно, сравнить с обстановкой 1972 года. Где-то около 40 лет назад в центральном районе России сложилась примерно аналогичная ситуация. Я хотел бы привести несколько цифр, которые характеризовали эту обстановку, и некоторые позиции, которые перекликаются с теми злободневными вопросами, которые были подняты сегодня наступающем. Первое – это, наверное, особенности погоды. В 1972 году с 20 июня по 24 августа 26 раз температура повышала 30 градусов. То есть в чем-то это схоже с температурой, которая наблюдалась и с теми рекордами, которые мы с вами наблюдали в прошлом году. Задымленность была такая, что Министерство путей сообщения было вынуждено принять решение о изменении маршрутов поездов, которые подходили к Москве. В 1972 году порядка 17 областей и административных республик были охвачены лестровченными пожарами. Что касается учетно-регистрационной дисциплины, многие выступающие говорили о разных цифрах, которые приводятся по прошлому году. Это называлось 1 миллион гектар, 10-12 миллионов гектар, которые пострадали. Вот что касается того периода времени, 1972 года, то цифры тогда тоже разнились. Приводились цифры от 1,25 миллиона гектара до 1,8 миллиона. То есть по разным источникам приводились тоже различные цифры, и какой-либо единой цифры не было. Что касается политической оценки этой ситуации, то она была на самом высоком уровне. Было проведено заседание ЦК КПСС, на котором этот вопрос рассматривается. Общее руководство этой тушением лестров иных пожаров осуществлялось штабом во главе с первым заместителем министра обороны. То есть это по тем временам очень высокий уровень. Штаб Московской области возглавлял КНТОП, первый стритат Центрального университета Московской области. Всего по разным оценкам привлечено было к тушению министра филых пожаров порядка 360 тысяч человек в 1972 году. И хотелось бы дальше привести некоторые выводы, которые удалось собрать по разным источникам. О тех последствиях пожаров и негативных моментах, которые привели к такому развитию этих пожаров. Причем-то они перекликаются с теми выступлениями, которые были на сегодняшнем совещании. Было отмечено, что в 1972 году в лесах наблюдается слабая организация дозорно-патрульной службы, захламленность, многие участки леса завалены варежником и породочными остатками. Наличие на противопожарных полосах кустарников, троединистых растений, отсутствие в ряде областей сводных областных мобилизационных планов, неприятие лесхозами действенных мер по локализации пожара, слабая оснащенность предприятий лесного хозяйства средствами пожаротушения, недостаточное количество подготовленных специалистов. Это что касается лесу. Что касается торфопредприятий. Несвоевременное принятие мер к локализации очков по сгоранию в начальном стадии. Отсутствие на ряде предприятий противопожарных зон внутри добычи фрезерного торфа. И вот может быть такой значимый момент, то ли это совпадение и в тот период и в этот, но как был сделан вывод, один из выводов по результатам изучения этих материалов, что на организацию и проведение тушения крайне негативно сказалась проведенная реорганизация лесничества в 1971 году. Их штат значительно сократился, причем убрали в первую очередь квалифицированных специалистов с высшим образованием и опытных лесников. То есть я что хотел сказать, что вот те негативные моменты, которые тем или иным образом имели место в 1972 году, они зачастую повторяются и в 2010 и в 2011 году. Поэтому те реформы, в том числе реформы лесной отрасли, которые проводятся, их надо проводить крайне осторожно, чтобы, как было здесь уже неоднократно сказано, не навредить. И с учетом того опыта, который имел место не только в ближайшем времени, 2008, 2009, 2010 год, но и в те далекие времена, когда в 1972 году были аналогичные пожары. И чтобы и опыт результатов тех пожаров тоже учитывался. Спасибо.